В прошлых сериях велобайки В Брестской области было очень интересно Начал я свой маршрут с Зубра, который находился на въезде в область Оттуда помчался на кинематографичную станцию в деревню Дубица Съездил в Черск, пообщался с местными жителями И посмотрел Свято-Михайловскую церковь, которой больше 300 лет Заехал в Тамашовку, где находится первый белорусский музей космонавтики Туда даже приезжал сам Пётр Климук Оттуда доколесил до знаменитого кладбища, где захоронены солдаты Первой мировой войны Спел на станции Владава и познакомился с колоритом родной страны чуть ближе Увидел самое круглое озеро Беларуси Познакомился с местными жителями деревни Павития Побывал на настоящем страусином ранчо Съездил в Каменец, чтобы увидеть город с той самой Каменецкой башни Да, я был в Беловежской пуще Выступил на Царской поляне и даже познакомился с тем самым Дедом Морозом Он, кстати, в летнем прикиде был Проезжал мимо монументальных кирпичных брам в Песках Видел бывшую почтовую станцию Побывал уже на третьей железнодорожной станции в Брестской области Но поехал дальше на своем велике Подъезжаем к Гродненской области Всем привет! Я Виталий Карпанов, а это «Велобайки» Шоу о путешествиях по Беларуси Я подкачал колеса, подкачал ноги А подкачанные ноги в моем случае – это не роскошь Это средство передвижения Крутим педали по Гродненской области Погнали! За мной! Гродненская область, встречай! Много интересного, много яркого, много незабываемого! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Ну слушай, ну все. Сделано. А вы думали, мы мастера на все руки. Вот она, нестандартный случай. Уже сразу в поездке. Не успели ехать в Гродненскую область как на тебе приколы, на тебе приколы. Цепь свалилась, но вот этими золотыми руками даже не испачкался. Ну что значит как бы талант. Шесть человек ремонтировали один велосипед. Река Вилья. Мой мозг через нее спросил у местных жителей, почему речка называется Вилья. Предположил, что неподалеку Вилейка. Но рыбаки не знают. Так, Вилья руками. Я предположил, может потому что она виляет? А, да, она же вот так вот, вот так вот она виляет. Ну, наверное, поэтому и Вилья. Поехали дальше. Гродненская область является самой маленькой по площади в нашей стране. Но по достопримечательностям и интересным местам может дать фору любой другой. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Начинается наше путешествие с агрогородка Жодишки, Сморгонского района. У названия поселения балтийское происхождение. Жодишки в переводе означают «цветущие берега». А сам агрогородок находится на реке Вилья. Поехали посмотрим, что здесь находится. После того, как Жодишки получили право на торговлю и проведение ярмарок, тут закружилась, забурлила, закипела жизнь. А у местечка часто менялись владельцы, и каждый строил, что хотел. Поэтому тут вот такая разнообразная архитектура. Троицкий костел или церковь Святой Троицы начали строить в 1600 году, как кальвининский храм, а закончили строительство в 1612. Кальвинизм – одно из направлений протестантизма, названное в честь его создателя Жанна Кальвина. Но в начале 18 века храм переделали в католический приходской костел Святой Троицы. Почти все свое существование храм достраивался, переделался и реконструировался. И это неудивительно, ведь ему более 400 лет. Но посмотрите, как здорово он сохранился. Вокруг храма ограда из натурального камня. Центральный вход украшен брамой. Есть небольшие часовинки, которые находятся по углам ограды. В храме есть большой старинный орган. За костелом протекает река Вилья. Еду дальше. Я подъехал к памятнику архитектуры 18-19 века. Жодишевская усадьба. Под усадьбу приспособлено здание иезуитского коллегиума. Построено в 1766 году. Сейчас на усадебной территории расположена психиатрическая больница. Но зато сохранилось до наших дней и до сих пор действует одно очень интересное место. В усадебный комплекс сходит сам усадебный дом, ландшафтный парк, бровер и водяная мельница, куда мы сейчас и отправимся. Вот моя вёска. Ну, прихожая. Шистенькая, аккуратненькая. А ты прихожая. Доглежная. А я уговорил про цветущие берега. Вот, смотрите. И усадьба имеется. Цветущие берега. А где же мельница? Ой. Вот, смотри. Так что сейчас узнаем, что здесь да как. Работает ли она, эта мельница? Хватает ли, если это виле, реки Виле, чтобы крутить эти лопасти? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это водяная мельница одна из самых старинных в Беларуси. Была построена аж в 1781 году. Вы только посмотрите на этот старинный фундамент. В ширину он достигает более одного метра. Неудивительно, что мельница сохранилась до наших времен. Я хочу узнать, я хочу попробовать, крутится ли. О, крутится! Ну что, друзья, как мы видим, все крутится, вертится, как пишут мотоциклисты, лампочки мигают. Мельница крутится, мутки мутятся. Старая мельница крутится, вертится, только любовь никогда... Вы помните, помните, да? Только любовь никогда... Ну давайте, набрасывай, пишите в комментариях, какие там дальше слова. Было? Было, было. У моей подруги два дебила. Такое приятное журчание воды вызывает неимоверное желание попить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что там у нас? В 1951 году в Жодишках появился колхоз. Мельницу забрали из частного владения и 10 лет использовали по назначению. А в 1961 году прошла электрификация, и в мельнице больше не было нужды. С тех пор она пустовала до 1996 года. За полтора года провели реставрацию, и в 1997 году мельница возобновила свою работу. Сейчас в здании мельницы расположен музей зерна и хлеба и этнографический музей. Да, сейчас это музей. И, кстати, у туристов есть возможность помолоть зерно, слепить горшок из глины и соткать полотно на ткацком станке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СМЕХ 16 лет на рынке цирковых услуг! В этом месте можно по-настоящему ощутить дух старины, прикоснуться к нашим традициям и окунуться в быт предков. Говорят, где-то здесь неподалеку есть клад. Едем за сокровищами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крутим педали по Гродненской области. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы отправляемся к Мертвому озеру. Находится оно в 15 километрах от Джодиша. Проехав на велосипеде уже две области, этот путь для меня проходит легко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже и в лес какой-то заехал, а все равно за мной это квадрокопция это. Или как там они называются? Коптеры. Квадрокоптеры. Да блин, как муха назойливая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это тревел-шоу «Велобайки». Я Виталий Карпанов. Мы продолжаем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай, кто тут у нас устал? Ой, мой коник! Ах, кто тут у нас прилег на соломку? Все, дружище, давай. Пора крутить. Все, давай, давай, давай. Поехали. Поехали. Все, все, все. Давай. Ага. Я знаю, да. Я тоже устал. Все, поехали. Поехали дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы отправляемся к Мертвому озеру. Находится оно в 15 километрах от Джодишек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы и почти на месте. Озеро Мертвое. Звучит, конечно, страшновато. Хотя легенда про это озеро не страшная, а интересная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Купание в водоеме запрещено. Не, типа не видно, да, что ну. А есть желающие, кто бы захотел искупаться, типа. Какая хорошая вода интересная. Ммм, зеленая. А зеленая, это же зеленка. А зеленка полезная. Ммм, нырну-ка я. Судя по всему, друзья, дальше мы не пройдем. Не то, чтобы не пройдем. Мы даже бы и не проплывем, хотя есть лодки. Но они привязаны. Так же получилось, видимо, и у французов, которые уперлись в озеро, оно было во льду, а им нужно было это сокровище как-то переправить. И они устроили живой конвейер. И один одному вот так вот слиточки эти передавали. И где-то на середине они сложили это все в ящики. И опустили вниз. И потом это озеро засекретили. Назвали его что-то не мертвое, а чертовое или чертовское озеро. Ну а потом озеро снова стало мертвым. То есть как бы история взяла свое. А что с сокровищами, спросите вы? Ну кто бы мог подумать, что где-то здесь сокровище. А как всегда в самом неприглядном месте где-то есть сокровище. Как минимум лягушка. Царевна лягушка. Антон, будешь целовать лягушку? Нет. Ну смотри сам. Потом скажешь, ну Виталик, зря ты, зря не я первый поцеловал. А еще реально выскочит какая-нибудь лягушенция. Типа, Виталя, целуй. Ты потом узнаешь. Вообще, ну. И тут Антон такой, я первый. В любой безвыходной ситуации Балтика-ноль придаст хорошего настроения. Ну что же, встречайте Виталия, который взялся за старое. Ну не совсем за старое, а прям за новое. Сейчас на велосипеде, новый велосипед. От наших друзей Минского велоклуба. Вот такой вот велик клевый. И что мы делаем? Мы крутим педали. В данном случае по Гродненской области. Катаемся, ездим, смотрим, прислушиваемся, присматриваемся. Спрашиваем, узнаем, снимаем и показываем. Я кручу педали на велосипеде. За мной ездит автобус. Там у нас оборудование. Камеры, квадрокоптер. Вон он, кстати. Где-то там сверху. Старые легенды, это безусловно интересно. Но нам нужно двигаться дальше. А точнее, в будущее. Впереди у нас Сморгонь. А я ведь не просто сказал про будущее. Обычно в велобайках я рассказываю вам какие-то легенды, истории, байки. Но сейчас я сделаю шаг в настоящее будущее. Отправляюсь на солнечную электростанцию. За мной! Сморгонь не очень большой районный город с населением около 36 тысяч человек. Я приехал на одну из крупнейших солнечных электростанций Беларуси. К сожалению, из-за повышенной грозовой активности меня туда не пускают. Это небезопасно. Но все равно я покажу и расскажу вам, что это такое. Строительство станции началось в 2016 году. А первую чистую энергию получили уже в 2017. Под станцию был выделен неиспользуемый земельный участок около 36 гектаров промышленной зоне. На участке станции размещается большое количество батарей с суммарной мощностью не менее 17 мегаватт. Выработанная с помощью солнца электроэнергия поступает в общую сеть. Погнали дальше! Давай сейчас как-то попрыгаем по тюгам. Готовы? Раз, два, три. Го! Моя окраина, Беларусь! Это тревел-шоу Велобайки. Меня зовут Виталий Карпанов. Мы двигаемся по Гродненской области. Впереди нас много интересного. Не пропустите! Я оказываюсь в Барунах. Еще издалека виднеется костел Петра и Павла, к которому я и направляюсь. Смотрится он действительно необычно. Но приезжают сюда не только, чтобы посмотреть на его внешний вид. В костеле хранится чудотворная икона Божьей Матери. Ой, вы только посмотрите, какая красота! Маленькой небольшой деревушки Баруны. Такой большой, красивый костел. Костел Петра и Павла. Посмотрим. Этот красавец был построен в 1757 году в стиле Виленского барокко. А уникален он тем, что у него абсолютно несимметричная конструкция здания. За костелом располагается главный монастырский корпус, который построили в 1793 году. До 1823 года здесь работала публичная школа с шестилетним курсом обучения. Было окно, и для какой-то цели заложили кирпичом. Чтобы не дуло, да? Фу, смотри, там подвал какой-то. По идее, насколько я могу догадываться, там в подвалах должно быть монастырское вино. Ну, наверное, уже все отыскали, нашли. И выпили, да? Хотя, бочоночек какой-нибудь, вина, лягушка. Ой, две лягушки, одна маленькая. Друзья, надеюсь, что здание монастырского корпуса очень скоро отреставрируют, и мы еще сюда вернемся. Ну, а нам нужно двигаться дальше. Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте. Доброго утра. Ого! Настоящие грибы? Вот ты, красавец. Это боровик. Где подосиновик? А, вот подосиновик, да. Все здесь. Вот это подосиновик. Нормально нарвались. Ну и что, закатывать будете? Варить, жарить, сушить. Варить, жарить, сушить. А правда говорят, что гриб лучше, чем огурец? Рыб, это почти тот самый газ. Ага. Все, понятно. Удачи. Я направляюсь в агрогородок Кревос-Моргольского района. Впервые он упоминается в 13 веке в немецкой хронике. А руины Кревского замка являются одним из любимых направлений в Гродненской области касаемо туристических объектов. Нас встречают руины древнего замка. Грецкий замок. Один из первых замков Великого княжества Литовского. Считается, что его строительство было начато в 13 веке. И вы только посмотрите, какие масштабы. Да, с тех времен, конечно, осталось немного. Но стены-то какие толстенные. Пошли посмотрим. Ягайло, открывай! Все они не принимают, походу. В этих стенах происходили важные исторические события. По приказу Великого князя Ягайло в подземельях замка был задушен его дядя Кейстут, который претендовал на трон. А вот сыну Кейстутовитовту повезло. Повезло с женой. Потому что благодаря ее хитрости он смог сбежать, переодевшись в женское платье. В 1385 году в замке была подписана знаменитая Крепская уния. Соглашение между Польшей и Великим княжеством Литовским. К сожалению, многочисленные воины не дали сохраниться замку до наших дней. И уже к началу Первой мировой войны от замка остались лишь руины. До свидания, Крепский замок. До новых встреч. Ну что, друзья, у нас сегодня был насыщенный день. Мы побывали в оградке Жодишки, где много туристических объектов. Это и мельница древняя, и психбольница, старая усадьба, и костел. Троицкий, и он же церковь. Заехал в Боруны. Потом мы поехали в ограгородок Крево. Посмотрели, как меняется тут все в лучшую сторону. Были руины, а стал замок, который начинали еще строить в 13 веке. А реконструкция вот на тебе в 2021. Мертвое озеро, чуть не забыл. Да, мы до него не добрались, но вы видели его сверху. А я надеюсь, что после просмотра этой программы гостей прибавится в замечательных местах, которые мы сегодня посетили. За рулем и на педалях Виталий Карпанов. Это было тревел-шоу «Велобайки». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова